Друзья, время новостей в городе 512 Наверное, есть какие-то места, где они выращиваются специально Или вот когда-то в Австралии было разрешено официально отстреливать, по-моему, волков, да? И точно так же вот есть официальные ёлки, их можно вырубать, потому что они мешают там... Ну, они их специально выращивают Все равно я против Ну, а скажи, а у тебя на Новый год какая ёлка? У меня вишня У меня вишня, я наряжаю вишню, да Потому что эти японские корни какие-то, наверное Потому что у меня корни в зубах Нет, просто я считаю, что рубить деревья легально или нелегально Это как бы плохо, потому что это лёгкие нашей планеты А как же вот этот аромат Нового года, мандарины? У меня рядом завод Там грузят мандарины Помните, Михаил, в прошлом выпуске я рассказывала о стрельбе, которая проходила в городе Есть продолжение истории? Есть продолжение Давай напомним, давай напомним вкратце зрителям Это не эта история Это не эта? Тем не менее, как в Чикаго Это вторая часть Актеры другие, но смысл один и тот же Водитель BMW X5 устроил стрельбу по проспекте Ленина В Николаеве водитель данного автомобиля устроил стрельбу Выяснилось, что он обиделся на маршрутчика за то, что он не посмел его пропустить на дороге Как тебе такое? Неправда всё, абсолютно неправда Было по-другому Водитель BMW ехал на машине и говорит А что это за проспект? Это проспект Ленина Так обещали, что изменят название Но ещё не изменили Тыш-тыш-тыш И гильзы падают Да, просто ему надо было снять страз Бывает Ну или, возможно, он завидовал маршрутчику, что у того машина больше Николай в городе невеста Известно нам всем Николайская невеста выманила у заморского жениха 42 тысячи гривен Молодец! Вот тут молодец! Вот тут всё правильно Ну как это всё правильно? Надо быть умнее Она не со зла Это для того, чтобы человек на будущее знал Больше не попадётся Посмотри, мужчина и женщина познакомились на одной сайте знакомства Ситуация Ну да, это логичная ситуация Вообще, молодец! Через несколько месяцев общения Он предложил ей приехать к нему в гости Согласившись Она попросила доложить денег на билет Одолжить? Как это одолжить? Он должен был ей так дать Древчина иностранец Куда ты потратила деньги, Ян? После чего? Ни денег, ни любимого он больше не увидел Я остаюсь при своём мнении Это на самом деле учит тому, что не доверяйте в интернете Проверяйте Хочешь приехать, приедешь сам Суровой Николаевской невестой Да Мне кажется, знаешь, в чём вообще проблема? Тут проблема в фразе «одолжить» Да, одолжила, одолжила, тебе голову вскружила Нужно слушать песни Если бы он ей сказал, вот я тебе даю, ты только приедешь А вот я тебе одолжу, и тут она поняла, что это не её А деньги, так как уже были перечислены, то просто глупо было отказываться Как считаешь? Всё схвачено, за всё заплатено, да Нет, на самом деле для заграничных женихов информация Если хотите себе красивую Николаевскую невесту Будьте добры, потратьте время, приедьте в Николай Зато на 100% будьте уверены в своём выборе и в своей невесте Суровый Николаевский маршрут Вот, это ж инвестиции в город Да, вот ты Это тот самый зам по инвестициям, который Сенкевич будет сюда Это ты Вот, вот, а зачем ты сейчас серого кардинала дораскрыла? Прости Всё, теперь уже не буду, Александр Петрович, извините Слушай, о пассажирах О пассажирах и маршрутчиках Николаеве пассажиры на ходу выскакивали из маршрутки Суровый Николаевский маршрутчик высаживал людей на ходу Понятно, стреляют Люди, бегите Не уступил водителю БМВ, говорит, выходите, потому что будут серьёзные проблемы На самом деле ситуация действительно серьёзная Об этом сообщают пользователи соцсетей Жительница Николаева обратила внимание и гража на острую проблему Николаевских маршруток Беспечность водителей В сообщении сказано, что на ходу из маршрутного такси девушка выходила с четырёхмесячным ребёнком И тут она описывает ситуацию, что маршрутчик просто хамски очень в себя берёт Но, к сожалению, это не редкость у нас в городе Надеюсь, что... А я даже не знаю, как на это можно повлиять Ну, наверное... А вот... Новая полиция Вернёмся... Водитель БМВХ-5 уже... Начал решать проблему Я пытался как-то повлиять на это всё И ещё одна новость Последняя Николайских студентов научат писать статьи для Википедии Власти Николаевича вместе с украинской Википедией займутся популяризацией региона 14 декабря между общественной организацией Википедия Украина и облгосадминистрации подписан меморадум о сотрудничестве Уже подготовлено 100 статей о малоизвестных и беззабытых филологов, историках, учёных, писателях Юга Украины И на Википедии появятся статьи со следующим названием Водопой Слободки Октябрьская Голицына Голицына За что я буду очень благодарен Друзья, что ж такие у нас сегодня были новости Ну, а мы продолжаем И напоминаю, что тема сегодняшней нашей программы Давайте делать добро Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому